Всем привет, друзья! Меня зовут Викли, и добро пожаловать в Dead by Daylight. И сегодня вышел новый ПТБ, который добавляет персонажей из такой вселенной, как Звонок. Ну и, собственно, я захожу в раздел Стать убийцей, и ты просто посмотри, отсюда из колодца начинает вылазить та самая девочка. По-моему, её зовут Садако Ямамудзе, что-то такое. Честно говоря, я не очень шарю за эту вселенную, и ты просто посмотри, как же это крипово выглядит. Куда она идёт? Остановись, всё, всё нормально вроде бы стоит, и это, ребята, просто какая-то жесть. Ну и сегодня мы, конечно же, пойдём протестим этого маньяка, также поиграем за нового выжившего. Ну, а тебя попрошу поставить свой лайк, подписаться на мой канал, нажатый на колчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Мне, правда, будет очень приятно. Ну что, саживайся поудобнее, берите чего-нибудь вкусненького. Ну, а мы начинаем, поехали! Первой игрой я пойду сыграю, конечно же, за выжившего, и сегодня со мной, я вам как бы, да, ребят, не представил, будет сам нежданчик, он сам в шоке, как он здесь оказался вообще. Да, и мы сейчас пойдём сыграем за выживших, и у меня разобрана, офигительно просто. Ну и вначале, конечно же, хотелось бы посмотреть наши перки, с которыми мы будем играть, точнее, будем играть с одним, потому что мне не хватит, скорее всего, валюту, чтобы всё пределом прокачать, но да ладно. Итак, первый перк, это, да, теория мрака. Собственно, здесь мы, получается, лёгкий звон будет слышен на пределах 24 метров, это у нас какая-то кнопка способности, ага, понятно, взгляд на с... Ты там не зевая, мы сейчас играть будем бегать, а девочки бешеные. Так, что ты там говоришь? Далее, предел к радиусу действия, дорожки тотема, все выжившие ускоряются на 2%, в общем, бла-бла-бла, всё очень интересно. Так, далее, родительская забота. После огушения убийцы, любым способом, ваш сын трещинная лужа крови и снова исчезает на 8 секунд. Какой-то похожий первый кого-то был, я не помню. Так, и дальше, это эмпатическая связь. Райный выживший видит вашу ауру, о, вот это, кстати, полезно, это реально полезно, я, пожалуй, возьму этот перк. Что ты там говоришь, я тебя не услышал. Нажимаю, алё, меня слышно вообще. Да, да, очень хорошо слышно. Ладно, ребята, мы переходим к играм, и всем приятного просмотра ещё раз, мы погнали. Ну что, вот наша игра, играем на карте, получается, поляк, кстати говоря, я не знаю, добавили новую карту, и у нас уже появились кассеты, какие-то у нас наложены эффекты. Мы, честно говоря, вообще ничего не знаем, какие у нас способности за маньяка, но мы это всё, конечно, вместе посмотрим, и это будет гораздо интереснее, то есть мы будем всё вместе с вами узнавать. Так, а я уже кого-то вижу. А, это сурф, тихо, я услышу маньяка, точнее маньячку, или же убийцу, как её назвать правильнее. Просто девушка из телевизора. Да, и вот телек, то есть мы с телеками что-то можем делать, что-то можем забрать. Я вижу вот отсюда, у меня помечен телевизор белым таким знаком. А я кассету вставил в неё. Что, кассету? А, у меня тоже кассета, подожди. Мы должны включать кассету, вот, подожди, выключить телевизор. Не надо. Я... А, мы должны выключать телевизор, чтобы она не могла телепортироваться. Она через телеки вылазит эта садакова ямолка. Ой, она здесь уже. Офигеть, она за мной бежит. Да ладно, меня она чем-то бьёт. Она сама, видимо, не понимает свои способности, и она меня ударила. Ты прикинь? Послушай, а я телек, что-то сделал с телеком. Ага. Он у меня, наоборот, включился. Да? А, я могу достать. А, я боюсь от них бегать. Она телепортируется, или что она делает такую стрёмную? Слушай, я побежал. Она, по-моему, за мной всё ещё, да? Да, она за мной. А вот нам надо кассеты вставлять специально в телевизор. Да, 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 чтобы она не телепортировалась. А, она меня... Мне повалила она. Приколи. Да, я ничего не услышал, потому что тут... О, что она делает? Фига, она поднимает. А, она слишком маленькая, чтобы носить на плече. Просто меша в воздухе. Да? Это ужас какой. Не, нормально, нормально, нормально. Так, ну я как бы первый попался. Вот, это, конечно, фигово. Это реально фигово. Но, надеюсь, вы меня спасёте. О, меня спасли, наконец-то. Хорошо. Офигеть. А, она у меня, я только спустился. Да? Скотина. Да. Давай, беги там. Так, подожди. Допустим, вот, я достаю кассету. И чё теперь? Вот я могу вставить кассету и достать её. Вот, у меня теперь есть кассета. И что она делает? Чё им она мне может помочь? Я не понимаю. Ну, с этим, конечно, нужно разобраться. Пока что поиграем, пока что просто побегаем, как стандартные ДБДшки, так сказать. Чисто пофанимся там. Так, а вот он завалили у нас. Какого-то челика завалили. Нужно его спасти. Ну, в принципе, мы тут все одинаковые. А, это ты бегаешь рядом с ним? А, нет, ты раненый. Нужно тебе помочь вылечить, и мне тоже нужно вылечиться. Это тотем, который быстро лечит. Давай-ка я сейчас быстренько вылечусь здесь. Это тотем для выживших, приколе. Беги. А, она здесь! Да, да, да. У меня весь телевизор в телевизоре, весь экран в мониторе. Ну, ты понял? Подожди, она оторвалась сильнее? Да, она за мной бежит. Нет, нет. Она за нами бежит. За мной конкретно или за тобой? Конкретно за мной. Да, за тобой, всё, отлично. Это чего тут хорошего, я не пойму. Ну, я могу спастись, точнее, и спасти челика. Он выпиливается, нет, стой. Дайте спасу, стой, стой, не уходи. Она меня... О, господи. Что? Что, что, что? Такой стрём. Она мне делает мемента. Чего, реально? Да, это так стрёмно. Она появилась прямо на мониторе у меня. Ой-ой, тебя убили? Да. Ну, ладно, у нас, как видите, нежданчик уже выбыл. Сразу видно, самая слабая звена. Да, конечно, я шучу. Он хорошо играет, на самом-то деле. Нужно за него отомстить. Нужно сейчас вычинить все генераторы, что мы, конечно же, не сможем сделать, потому что осталось всего лишь... Ой, как бы мы втроём, да. Челик один уже раненый полностью. Ладно. Нам главное посмотреть на маньяка, так сказать, и на новых выживших. А в волокстве бежит там за челиком, в кустах ведь прямо отсюда видно. Так, что у нас в сундуке? У нас в сундуке ящик с инструментами, который я могу взять. Всё, я взял ящик. Так, и на меня какое-то наложили проклятие, не знаю. У меня типа весь экран... А, она здесь рядом! Я понял. Чего? Я понял, она здесь. Так, тихо-тихо-тихо. Ой, я застрял! Я застрял! Застрял в палете, всё, я убегаю. Капец! Максимально неприлично, потому что очень давно в ДБД не играли. Нужно ДБД неплохо справляются. А, ты же за мной следить ещё можешь. Да, да, да. Так, я хочу избавиться от кассеты, потому что что-то она меня пугает на самом-то деле. Всё, я вставил кассету. О, теперь она может за тобой бегать. А нафиг я тебе отдыхаю? Так, ладно, всё, чиним денег. Кстати, да, там же по фильму, вроде бы, когда ты кассету посмотришь, то за тобой начинают охотиться. Честно говоря, я фильмы видел только отрывками, эти которые звонок. Поэтому точно сказать не могу. Ну и что, напишите, конечно же, в комментариях, что там вообще происходило. А ты знаешь, ты шаришь или нет? Не, вообще, я позер. Понятно, понятно. Всё, без вопросов, так сказать, без лишних questions. Такой конкретный позер. Так, тихо, слушай, маньяка... О, нет! Он его завалил прямо передо мной! Я убегаю. Капец, это стрём сейчас был. Так, она сломала денег. Чёрт, челика жалко. Ну ладно, пофиг. А, она ему тоже мемента делает. Нет, она его подняла. Ладно, она его подняла. Это шутка была. Да, я понял, я понял, я уже увидел. Спасибо большое. Я пошутил. Там за челиком сейчас бегают. А, у него... В принципе, мне можно даже не сбегать. Я могу... Да, я могу, смотри, я могу достать кассету. Но я лучше не буду к себе притягать, так сказать. Хотя, подожди, если я достану. Нашка, получается, не сможет прийти, да? Вот. Но на мне какое-то теперь... Или сможет фигурно. На меня, видишь, какой-то эффект теперь наложен. Типа, помехи такие телевизионные. Так, ладно. Я попытаюсь сейчас вычинить денег, но это мне вряд ли поможет. И челика там завалили. Скорее всего, она может прийти ко мне. Но я себя обезопасил тем, что вытащил кассету, скорее всего. Челик выбрался. Да, он сбежал. Тогда я буду сейчас тихо чинить денег. О, она вылезла прямо перед челиком из телика, приколи. Да, она так может делать, да-да-да. Она уже тоже вылазила сегодня прямо передо мной. Вот я провалил проект реакции. Ты, конечно, очень плохо меня сейчас могут найти. Это прям фигурно сейчас было. Она за тобой идет. Да, уже пошла? Черт. Да, прям к твоему гену. Блин, надо бежать, надо бежать. Черт, как так я мог облажаться? Ну, еще я убегу, я реально постараюсь убежать. Так, а что с теликом? Выключить. А, она за... Я выключил телик. Она смотрела же. Да? Все, я убегаю. Да, просто еще от нее побегать. Так, иди сюда. А вот палета нет, да? Найс побегал. Да, там палета, по-моему, не было. Все, все, ребята, я... Ага, обманул, беги! Она за тобой. Нее! Тихо. Скилл! А у меня получилось 960 или нет? Я не понимаю. Похоже, да. О, мементо. О, мементо. Офигеть, я хотел это на следующий видос оставить. Прямо отдельно сделать. Ну, ладно, придется вам сейчас посмотреть. Как бы, да, такой мини-спорь. А, и это все? Это все? Да, это все мементо. О, она его еще раз и делает. Ой, ну что-то, ребят, конечно, мементо такой себе. Так, ну, в принципе, мы за выжившего сыграли, и теперь можно перейти к игре за маньяка. Ну что, а теперь мы переходим к самому главному. Это к маньяку, и давай-ка посмотрим его перки. Итак, первый перк это безжалостный шторм. Когда генератор почти на 90%, выжившего, работающего с этим генератором, надо постоянно проходить проверки реакции. За неудачи или прекращение ремонта, генератор блокируется на 16 секунд. Следующий перк это секущий крюк пучиной ярости. В начале матча до 4 случайных крюков становятся секущими, их ауры выделены белым цветом. Когда выжившего снимают с секущего крюка, ауры прочих выживших становятся видны на 5 секунд. Ну и следующий перк это соленое море. После повреждения генератора этот навык активируется на 60 секунд. Генератор портится скоростью со 50% от нормальной, и вы видите его ауру. При каждой хорошей преке реакции выжившего, на генераторе, который затронут этим навыком, вы слышите громкий звук. Ну в принципе это все перки, и давай-ка наверное поставим перк секущий крюк пучина ярости, и отправимся играть за нашего нового маньяка. Ну что, вот наша игра за маньяка и начинается, и ты просто посмотри, как же это стрёмно выглядит. Так, я могу значит воплотиться, что это такое, типа я обретаю свою обычную форму человека, да, и могу снова стать призраком получается, да. Всё, теперь я призрак. То есть меня по идее сейчас видеть не должны, насколько я понял. Подожди, у неё что, реально способность не действует, как у обычного призрака, или что так, меня видят походу, или что так, вот допустим я принимаю свою форму, вот таким вот образом. Так, и теперь могу вот так вот ударить, типа, хорошо, так, он меня слепил, но я умаю палету. Так, хорошо, она значит убежала куда-то вот сюда, так, я тебя вижу, я тебя вижу, так интересно, как мне телепортироваться? Пока я не знаю, как мне телепортироваться, но я бегу за выжившим, ага, вот и ты, иди-ка сюда. Да, так, и кстати, преимущество этого маньяка, то, что она достаточно маленькая, её вот в таких вот местах плохо видно, то есть реально можно маньяка потерять достаточно легко, и сурва, в принципе, можно завалить. Только она от меня что-то прямо убегает конкретно, так, так, видишь, что ты там чилик, давай-ка сделаем хоп, а сейчас вот так вот, типа я тебя не заметил. А, он афука все стоит, или что? Нет, вроде бы не афука, что с тобой не так, ты бот, что ли? Что это такое вообще, скажи мне, пожалуйста. Так, ну ладно, значит, всё равно повесим. Фига, я его уберу, приколь. Офигеть, тут анимации-то пошли, а. Слушай, анимации мне уже нравятся, реально, анимации крутые, и с ними прям кайфово играть, а я вижу ещё одного сурва. Так, а куда мы убегаем, скажи мне, пожалуйста, а ну-ка делаем вот так вот, хоп-фейк, и сюда. Так, а ну-ка, чилик, сюда побежал, хоп-хоп-хоп, сейчас его перефейкаем. Так, а он уже где-то здесь, ага, видел? Делаем вот так вот, а ну-ка, иди сюда, иди сюда, иди, а он уже убежал, хорошо. А он, смотри-ка, реально убегает, но ты как бы от маленькой девочки никуда не уйдёшь. Слушай, а ну-ка, чиликс, 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 давай-ка, давай, сейчас палета будет, да, палету скидывай, а не, не скидывай, слушай, это какой-то прям жёсткий сурф, слушай, не, я за тобой не хочу что-то гоняться, ты какой-то прям безошибочный. И да, он, короче, там убегает, пошёл, он реально нафиг, я своё драгоценное время на него тратить не буду. Так, а ну-ка, давай-ка мы снова сейчас развоплотимся, и пойдём вон, а, вот теперь я могу, получается, вот так вот телепортироваться, и власть из телека, ты приколи, а. Всё, теперь я во всём разобрался, ну хорошо, слышь, там чиликов наверху, давай-ка мы ещё туда, наверное, сходим, и напугаем их, так сказать, да мурашек. А ну-ка, чиликсы, идите сюда, вы от меня никуда не денетесь, а, видимо, они уже делись, да. Так, ломаем сейчас быстренько вот здесь, собственно, проходик, и чиликсы, ага, он пошёл через окно, я тебя видел, давай-ка сюда, так, ты не прыгал, ты пошёл вот сюда, точнее, вроде бы пошёл, а это у нас, получается, ага, вижу-вижу, это у нас, а, здесь их даже две, хопа, вот так делаем, обманываем, и получи, хорошо, так, а ну-ка, 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 сейчас снова вот так вот чисто сделаем, и не успел ударить, что-то на своём фонарик, и меня уже реально достало. Реально, фонарик меня бесит, но он должен, как бы, закончиться в любой момент, так, ну я бегу, я бегу, и должен догнать. В принципе, да, сурвы не такие уж и лёгкие, в принципе, я этого и ожидал, ой, попал, хорошо, всё, отправлюсь сейчас на крюк. Так вот, тут самые, короче, лютые профессионалы решили зайти, протестить новую главу, так сказать, оценить её на будущее сразу же. Ну, как бы мы с тобой тоже не промах, сейчас покажем, как играть, короче, значит, делаем вот таким вот образом, чисто показываю тактику, делаем вот так вот, и потом выбираем нужное направление, допустим, вон туда вот, и всё, мы выбираем. Выбираемся реально из телека, так, здравствуйте, а здесь у нас никого, ну ладно, давай сейчас пустим вот такой геник сломаем, и чекнем подвал, возможно, это есть, это маловероятно, конечно, круто я чекнул, но да ладно, давай отсюда уже уйдём. И, кстати, если ты заметил, то когда я выбираюсь из телека, по-моему, блокируется геник, наверное, так, наверное, так, и ещё, если ты заметил, то я поменял свой перк. Да, я поставил другой перк, который мешает чинить геники выжившим, я думаю, то, что он будет гораздо полезнее, но чё-то пока что не очень. Реально, у меня стоит всего лишь два геника, и сурв где-то здесь должен быть, но чё-то я его не вижу, и вот наш маленький рост этого персонажа, это и плюс, и минус. Плюс то, что нас могут не заметить, а минус в том, что я сам могу сурва-то упустить. Так, а ну-ка, подожди, иди-ка сюда, иди-ка сюда, там ещё у нас справа один бегает, но за ним не пойду. А как, подожди, тут палета стоит, чего? А, он не скидывал, точно, он не скидывал, так, а ну-ка, достала, давай, и... Да, достала, хорошо! Так, подожди, куда ты убежал, ты куда-то туда убежал, или что? Нет, она здесь, она здесь обратно побежала, так, иди-ка сюда. Ага, я тебя вижу, делаем сразу же вот так вот наперёд, и... Да как так-то? Ну, блин, не попал там, а? Да, вон, а, это уже другой сурв бегает, капец вот здесь, конечно, дофигища, ну-ка, получи. Хорошо, давай-ка получай, и пойдём сейчас вон за той вот. Ну всё, ты от меня не убежишь? Так, стоп, а где она? Чё-то я её немножко потерял. Чё-то я её реально потерял, блин, может, и здесь где-то, а? А может, здесь, а может... Нет, здесь, походу, нет, ладно, давай хотя бы генек сломаем, вот таким вот образом, на нафиг. И отправимся обратно, можно даже через телек попробовать. Хотя нет, подожди, я видел только что сурван где-то здесь бежал. Так, надо, блин, тут по-любому сломать, сурв здесь, и чё, чё он делает? Чё, чё это было, ты чё, приказываешь, чё на меня идёшь, совсем что ли, а? Он чё, типа, какой-то фейк пытался сделать, или что, я не понимаю. Блин, он, кстати, побежал сейчас в лачугу, здесь будет крайне фиговый ловить, потому что тут... А палеты уже нет, хорошо, палеты нет. Так, делаем вот так вот чисто обманочку. Уходим вот сюда вот, и бежим за ним, а я так не попаду, да, чёрт, возьми, не попаду. Ладно, перепрыгну просто, сделаю вот так вот, и пойду обратно. Хоп, а ну сюда иди, так, он убегает. Так, иди сюда, он бежит, наверное, прямо к палете, да, он, наверное, шарит как бегает, потому что реально прям такой прошаренный сурф, шарит куда бежать. Так, хоп, иди вот так вот, а я делаю вот так, и назад, и потом перепрыгиваю вот сюда вот, и она как же медленно перелазит, просто как же она медленно перелазит, это какой-то реально ужас. Ну ладно, ладно, я сейчас постараюсь его поймать, так, хоп, иди вот таким вот образом, давай-ка сюда, потом вот так вот обманываю и иду вот сюда вот. А ну-ка, видео срываем. Подожди, тут кто-то был, я же только что видел, или нет, мне показалось, ну чёрт возьми, да? Так, а тот сурф убежал уже вот сюда, вот, так, пойдёт в окно, интересно, или нет, пойдёт? Нет, не пойдёт, естественно, он же умный у нас, он же мега прям прошарен, у него же IQ 500 миллиардов, а вот ты здесь, ты вот здесь вот, подожди-ка, 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 а он снова пропал, да? Нет, слушай, он реально хорошо прям бегает, я, конечно, теряю время с ним, но мне интересно его поймать. Нет, забей, мне уже вычинились все геники, я его никак поймать реально не могу, подожди, пожалуйста, остановись, почему ты такой жёсткий, ну или, видимо, он просто не делает ошибок и так легко от меня убегает, да? Да, реально, сурф безошибочный, чисто убегает и сейчас скидывает палету, кстати говоря, думаю, его ударил, но он скинул палету, да. Нет, забей, мне кажется, я его реально не поймаю, он прям хорошо играет, а ну-ка подожди и получи, хорошо, нет, всё-таки я его завалил. Ну всё, ладно, иди хотя бы немножечко на крюке повиси, ты как бы реально отлично отыграл и я даже, наверное, дам тебе возможность сбежать. Да, повесим его чисто ради приличия и пусть его спасают, он реально очень хорошо отбегал и прям респект ему, так сказать. Ну всё, давай кемпить не буду, пойду сейчас за кем-то другим, за вот этой вот, которая тут в кустах где-то сидит, подожди, а где она? А, она здесь у нас, она пытается меня забать, ну давай, типа я забать, типа я бегу за тобой, типа вот так вот тебя сейчас ударю, да, этого человека, наверное, сейчас спасут, да, его спасают, но да ладно, мне реально не жалко. Так, ну всё, давай-давай-давай-давай-давай с фонариком, давай сбегай отсюда, давай иди, пусть эти челики тоже, в принципе, сбегут. Ну чё ты тут стоишь, а? Зовёшь меня с собой, да? Ну пошли, чё ты хочешь? Чё, а телевизор? Ну давай телевизор, что я могу сделать? Давай-ка сейчас сделаю вот так вот, подожди-подожди-подожди. Допустим, я могу вот отсюда Вот так вот вылезти, да, он это что-ли хотел посмотреть Или что, я не понимаю Ну вот, я вылез из телека, и чё теперь? Чё теперь, давай Так, допустим, ещё раз я с телека сейчас вылезу И... и что? Это всё, что я хотел увидеть, я уже два раза вылез, ты где? А, подожди, я уже где-то в другом телеке Чё, куда мне вообще занесло? Вот я с ним, походу, уже немножечко скарифанился Как бы мы тут реально бегаем, всё смотрим вместе Так, он может вообще ворот там открыть или что? Давай, открывай уже, сбегай Давай, 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 сбегай, 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 Челикс, давай Ну и, собственно, да, вот такая у нас игра за маньяка получилась Мы, к сожалению, не выиграли Но зато посмотрели на новую убийцу И просмотрели все его способности И нам всё равно дали звание жестокий убийца Что, в принципе, неплохо Ну что, вот такие вот игры у нас сегодня за маньяка получились И что я могу сказать, мне, в принципе, глава очень понравилась Ну и на этом предлагаю закончить Всем большое спасибо за просмотр Ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик Чтобы новенькие видосики не пропускать Это была игрушка Dead by Delight С тобой был я, Викли Не прощаюсь, а говорю до новых встреч, друзья